Лазарев Никита Михайлович Тебе не умер, Андрей! В папочку загляни. Мать вашу. Вероника свободная женщина, к тому же вдова. Но то, что этот хорек угодил в люк через пять минут после того, как сделал ей предложение и попал ко мне на участок, согласись, есть в этом какая-то красивая ирония. Да вы не волнуйтесь, у вас хорошие входные данные. И у вас замечательный адвокат. Кипящий ад. Мы не используем понятие ад. И интеллигентный прокурор. Нет. Да. Казалось бы, справедливый суд свершился уже там, на земле, но... Значит, вы утверждаете, что пришли к Веронике Митровичу с чистым сердцем и серьезными намерениями. Итак, защита приглашает свидетеля. Антонио Аморо. Деяние, которое мы будем рассматривать... Ложь. Вы разговариваете с прокурором. И выступите. День церкнуете. Жирно. А нельзя присниться собственной жене... Андрей. ...в обычной нормальной обстановке. Один неверный шаг и все. Взяли лучшее тело. И же шпину поцарапали. РИС-15-74, Москва, Магадан. Приветствую. Лазарев Никита Михайлович. Преждевременная кончина в результате падения в отвратительной. Вонючий, кишащий фекалиями, кондализационный люк. Приятного аппетита. Давай угадаю. Твой преподаватель химии, физики... Природоведения. Хорошо, продолжаю дальше. Налоговый инспектор. Инспектор ГИБДД, который тебя... С папочкой загляни. Все нормально. Вероника свободная женщина. К тому же вдова. Я с глубоким уважением отношусь к ее праву на сексуальную жизнь. Но то, что этот хорек угодил в люк через пять минут после того, как сделал ей предложение и попал ко мне на участок... Согласись, есть в этом какая-то красивая ирония. Да, красиво. Что? От нашего коллектива полным составом погибшего в авиакатастрофе рейса Москва-Магадан для вас звучит эта песня о любви. Я умер, сам меня не стало. Я покоронен под кастом... Он специально хотел сделать больно. Мамыра всегда делает больно. Ты же знаешь. Я знаю, о чем ты думаешь. Я очень хорошо понимаю. Но мы не можем этого знать. И не надо. Двух лерук стреляли в тебя и твою жену. Вам было хорошо вместе? Ну и все. Все? Пойдем потанцовую. Пойдем потанцовую. Но не жалей и не думай плохо. Печаль пройдет с последним вздохом. Моя печаль уедет на хромых медведя. Хинок, что ты знаешь о любви, кроме Пайлулы бежал? А земля? Чья земля? Та, в которой я Будет все, все сбудется, но Только без меня А земля? Ну, чья земля? Та, в которой я Будет все, все сбудется, но Только, только Где-то, где на просторе спит лазурное море, кенгуру и гурунгуа Повстречались у Бука парень с острова Кука Повстречались у Бука парень с острова Курицем Пункт Записала Девушка не помнит даже рецепта простейшей яичницы А записи это неплохо Знания еще никого не делала Ни трусам, ни предателям Ехать мне надо Подстрахуешь меня Все просто Утром заказы, а вечером деньги собрал и все То есть, ты теперь звонки принимаешь и бизнес ведешь, да? Да Ты можешь себе представить? Клининговое агентство Там пять азиатов Одна по-русски не понимает А другой зубы купола отлить может Кирилл, только с тобой такие вещи происходят Спасибо, братуха Ко мне девушка приезжает из Норвегии Попереписывался с Устаном где-то в месяцах шесть Потом она написала, что надо познать друг друга Здравствуйте Привет Сейчас ты ее обаяешь поездить и с ней жить в цивилизованную Европу Выезжает свет русской интеллигенции Я не там лежал, думал, почему ты уехать хочешь? А что это непонятно? Революция осталась здесь, а бюрократическая свобода у нас Вот Россия тебя вырастила, выкропила Ты за свободой туда? Женя, это цивилизованно Ну-ну Ты ведь обо мне многого не узнаешь Чего, например? Кирилл Евгений, это вы клинили в многих сетях Статья 322-я УК РФ в организации незаконной миграции Что, завтра 60 была на работе? Скажите, а у ваших сотрудниц есть миграционные карты? Ну че, черно жопу из таких, как ты? Россия не заклюбляет скоро А ты спрашивал, почему я хочу уехать? Москва, третий рим Какая ужасная жизнь, мне это жить В Норвегии против эксплуатации женского Здравствуйте Здравствуйте У вас принято здороваться, когда уходишь в общественный туалет Добрый день С ее европейской пеленаптностью Ты едешь, ты увидишь гарем Лепчик Рой, квартира 60 метров Я проходщик Не надо господин, только не господин А правда ли, что вот это все прямо в торговом зале? О, Господи Как ты стрижешь со своих девочек 30%? Стрижешь? Ну, иногда стригу, постригаю хобби А, ты еще и кофер Ну, счастливо вам Да А вы когда уезжаете? В среду, по-моему Мы в самом месте работаем И, собственно, я бывший муж Женя уезжает в Норвегию Куда он едет? Мы вообще броник ничего не знаем Ты спишь со мной в целях иммиграции А не в целях любви Ты так это печально сейчас сказала Мы русских своих не бросаем Ну, и как я могу уехать? Да е-мое Да хватит тебе, прошу тебя Женя, ты не виноват Ты просто живешь в ней в той стране Я бы стремился сделать такую ошибку совершенно У тебя есть свое прошлое, у меня есть свое Костоевский писал про каких-то абсолютно других людей Слушай, ты русский человек Иди себя с Достоевской Я против вас знаю все, что мне надо Что ты знаешь, понимаешь? Ты уже старался быть здесь счастливым Но тебе не получилось Ну, поешь ты туда Поешь этого хамона с пармезаном А дальше что? Да, наливай Чего тебе? Горю! А есть ли в твоем монастыре какие-нибудь чудеса? Здесь всего лишь плод поплыл Против течения Это ли не чудо? Не чудо А то, что колодец за час от смердной очистил Не чудо А то, что рыба к нему сама плывет Не чудо, не чудо Стирал славно Гладим узбольно затеяли вам Верую Ибо абсурдно Ты и есть чудотворец Что же ты гонишь? Блаженного Иоанна Почему выдержим беса? Изгнать его не могу И уйти от него не могу А получается В чем каешься? Здоровые деревья пронумерованы Животные пущенные на воротники Будут ли еще послушать? Тут всякое бывает Но такого еще не встречал Опять врешь? Кто виноват? Не стыдны помолчать Коль нечего сказать Это не я, владыка Это другой Ты кто ж такой будешь? И чей? Иван Семенов сын Горишь почему? По грехам Так велики Иди отсюда Хороша каша? Мертвец сказал хороша И заснул мне душа Как же Кормить тебя за так я больше не буду У меня на тебя Гороха не хватит Если хочешь остаться Святой обители То поправишь для монастыря колодец За что такое испытание? Тут полц солдат не управится Ведь черпать надо до дна И только Готово Тебя что братец Бесы крутят? Вывод? Это не я Владыка Удалитесь глаз Не удаляя Не восповедаться Настоятельно Тут такое дело Что ей кричать Нельзя К чему выдержим беса? Ангел Слава Крест бесен я звал Ха-ха-ха-ха-ха Прежде чем взлетит Слебит опасно Они все пушкирые Ого Опять ты вмешиваешься Не в свое дело Я был Вот это будет песня. Это не я, Владыка! Это трубой! Мой дорогой, любимый человек. Пишу тебе это письмо и плачу. Я решила, что не могу сейчас бросить Митю. Но не было дня, чтобы я не думала о тебе. Давай подождем хотя бы до Нового года. Жизнь сама найдет выход. Я тебя вспомнил, ты цветочки мерзал. Цветочки на сцену носил. Наликал перед глазами, тут-то-то там. Костюмчики с ботинками, с пряжкой. Куда ботинки ты, сволочь, дел? А, куда дел с ботинками? Ты чего хочешь, а? Ты чего пристал ко мне? Я хочу. Я за твое здоровье больше не ручаюсь. Я хочу. Дима, иди. Я хочу. Не приходи больше. Я хочу понять, как ты жену-то у меня украл. Это ты у меня украл. Всю жизнь мою исковеркал, все забрал. Если бы не ты, она бы еще жила. Она бы жила, слышишь? Убью тебя. Ну, ты меня понял, ублюдок. Это ты ее угробил. Ты. Лен, мы должны поговорить. Ты не можешь со мной не поговорить? Лен, мы должны поговорить. Зачем ты это сделал? Это ты предала. Ты же могла просто рассказать. Лен, нам надо поговорить. Зачем ты это сделал? Предательство. Ты же могла объяснить? Ну, хорошо, хорошо. Мне так нельзя, Лен. Мне так нельзя. Так не поступает, Лен. Ты должен объяснить. Мне приснился сон, что ты навсегда остался в Чили. Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Что вас привело-то ко мне? Я его что-то не помню. Желание знать все вышитами. Для простого бывателя слово имеет лишь одну внешнюю сторону. Звуковую. Вот. Когда он его слышит. Вот. Интересно. Или графическую, если он его видит. Но для профессионала слово открывает свое истинное. А порой даже скрытые содержания. Это замечательно. Ну, это было что-то. Такого у меня еще не было. Что-то такое. Извините. Ужас. У меня сегодня мать мужа приезжает. Нужно срочно бежать, ужин готовить, а то Рустем убьет. Угу. Это было что-то. А что вы скажете мужу? Ничего. Ничего не скажете? А что я должна ему сказать? Что ты на меня набросился, как лев? Разорвал? И что, он ничего не узнает? И не почувствует? Что он должен почувствовать? Послушайте. Какое вам дело до моего мужа? Вы, пожалуйста, за него не волнуйтесь. А я волнуюсь почему? Он же человек. А вы за себя волнуетесь. Сами, между прочим, черти что вы творяете. Я что ли на вас набросилась? Ну перестань. Ну что ты? Ну так все было хорошо. Дурак какой-то. Ты такая хорошая, веселая. На тебе же нигде не написано. Не написано, что ты блять. Да ты сумасшедший. Ты больной. Тебе лечиться надо. Значит так просто. Отряхнулся и пошла. Отряхнулся и пошла. И все. Отряхнулся и пошла. Когда-то его спасла от смерти невыносимая боль Теперь ему дана вторая жизнь Другое время И странное место Скажите, старец этот вашего Сумасшедший, конечно За благословением на убийство приехала Вот тебе не благословение Он может предвидеть будущее Но как ему изменить прошлое? Субтитры создавал DimaTorzok Здесь происходит необъяснимое Остров В кинотеатрах с 23 ноября Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты еще и врешь Воруй, еще и врешь Вот так Любовь отца Папа, папа Предательство сына Ты обязательно станешь знаменитым скребачом Жестокая музыка жизни Все равно же послезавтра приказ Какой приказ Очень серьезный Здравствуй, Давид Откуда ты? Ты недоволен тем, что я приехал? Чтоб ты сдох! Давид! В день памяти и скорби Пусть я родмел Это мой папа Сделал из меня то, что я есть Папа Здравствуй, мой дорогой Давид Я знаю, чем ты расстроен Ты недоволен тем, что я приехал, да? Что ты наделал? Если б ты только мог понять, что ты наделал Теперь все кончено, все Да что кончено, дочька? Кто тебя просил молоть языком про твой вонючий склад? Кто? Додик, милый, я... Чтоб ты сдох! Давид! Ты хочешь, чтобы я уехал домой, да? Да Хорошо, милый? А когда? Скоро? Вот Деньги Я оставлю, что привез Не надо! Надо, надо, обязательно надо Ты, наверное, удивлялся, почему я не присылал их А я просто хотел подкопить побольше И сам тебе привезти Вот я положил Хватит надолго Будь здоров, милый Представьтесь полностью Имя, отчество, ученая степень, место работы Маслов Сергей Викторович Врач, анестезиолог второй категории Любите вы головную боль, тошноту, рвоту? Сколько? Пиццу Сейчас я хочу выпить За тебя, Сергей Вот этот человек Каждый день Совершает честные поступки Спасает людям жизнь Сергей, ну вот какой ты, да? Неужели нельзя пригласить в театр, в кино? Слушай, ты меня посмотри Куда мне в театр, в кино? Заберу и увезу с собой О тебе, о таком я мечтала О тебе, о таком я мечтала Был бы парень То с бабами Ну вот с бабами у тебя Не понял Бабы дуры Антон Павлов Чехов Незадолго перед смертью Писал Что из всех успокоительных средств Добрым словом Помянуть может Только героин Хороший фильм Да пошли вы все Инфузию мы вам отменим Я Я говорю Капельницы больше не будет Уберем ее Ну я понял Не надо кричать Я же просил Я слышу Но С завтрашнего дня Начнем делать укольчик Повысим, так сказать Качество жизни Спать будете хорошо Сергей Как вас Викторович Викторович Вы на кого учились На анестезиолога Ну не на психиатра, нет Так Кто вам дал право Разговаривать со мной Как с идиотом Укольчик Это лакейский лексикон Полагаю назначить вам Бутерфанол Препарат нового поколения Безопасный Эффективный Антон Павлов Чехов Незадолго перед смертью Уже тяжело больной Писал Что из всех успокоительных средств Добрым словом Помянуть может Только героин Вот как Ну мы Владимир Михайлович Без героина обойдемся А кстати Чехов Тоже из ростовских Чехов При Стаганроге Ну вот именно Ну так как Измеряй Смотрите Как интересно Не ожидал Что там Владимир Михайлович Сережа Вы какие-нибудь Мои фильмы видели Ну этот Какого Цветовство Майора И Сколько можно Сыграл столько глубоких Интересных ролей А помнят Только А Ой Смотрите Завтра Дом кино 15.00 Фильм Раскрытые дни Журавлев В роли Главный 15.00 Боюсь я не смогу Ну можете ко мне Опоздать на часок Разрешаю Дом Я там Завтра На работе Не Ну Я постараюсь Владимир Михайлович Обязательно Буду Хорош Фильм На уши Нельзя Пепелницу Дай Когда Дряхлеющие силы Нам Начинают Изменять И мы Должны Как Старожилы Пришельцам Новым Место Дать Спаси Тогда Нас Добрый Гений От Молодушных Укоризм От Клеветы От Озлоблений Нельзя Изменяющую Жизнь От Чувства Затаенной Злости На Обновляющийся Мир Где Новые Садятся Гости За Уготовленный Импир От Желче Горького Сознания Что Нас Поток Уж Не Несет И что Другие Есть Призвания Другие Вызваны Вперед Чуть 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 Старость обрушивается на человека внезапно. Что, смешно? В результате происходят различные необратимые изменения. От артритов, угасания половой функции, склерозов, виагра, инфарктов, рак, инсультов и летальный исход. Будьте здоровы! Люди! Где я? Я что, умер? Здрасте. Нет, я не умер, но обязательно умру, потому что я в коме. КО-МАР А ну отстань, и ее рукосуй! Евгения, прекрати, я сказал! Она и ты, престарелый лавелас, красящий волос и жрущий виагру. Масик какой! Я волосы никто в жизни не красил. А-а-а, значит, виагру ты все-таки жрешь, нет? Пап, познакомься, пожалуйста. Не хочу. Вам, может быть, нравится, что она с каким-то там мужиком? Алло, Антон? Мне нет. Виктор Павлович! Виктор Павлович! Такая чума. Что, плохо мру, да? Кого погребаем? Да нет, мурот, классно. Да все мило нас. У вас есть свой путь, свой маршрут. И пока вы не умерли, пожалуйста, идите до конца! А хотите? Анекдот расскажу. Тук-тук. Тук-тук. Кто там? Это я, смерть. Ну и что? Ну и все. Да. Нет средства от смерти на свете. Нет средства вернуться, если не получится проснуться. Нет средства от смерти, не похоже на ветер. Из-за меня Только то, что накануне Из-за меня Ночи без огня Из-за меня Просто я, наверное, умер Во времена Накануне дня Субтитры сделал DimaTorzok